Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. На протяжении месяца наши отношения с женой были на колене. Вина была в том, что я общаюсь с женщинами по телефону. Но у меня такая работа, и для меня они просто сотрудники не больше. Пять дней назад я разговаривал с работницей по телефону, и я просил, чтобы она вышла на смену в определенный момент. Звонок был поздним, потом я спросил пару обычных дружественных вопросов, и отключился. Жена подслушивала разговор в конце, и начались опять с ссорой и ругань. На следующий день, когда я был на работе, она с ребенком уехала к родителям, поставила у меня в девчонный список, сказала, что я ей больше не нужен, и ее тошнит от меня. Но есть ли шанс, что она вернется, и у нас наладится отношение? Пишите вы? Шанс, конечно, есть. Если мы говорим... Если мы говорим про какую-то вероятность, вот, психологи не занимаются вероятностями, психологи не занимаются, собственно, подсчетами этих самых вероятностей, а психологи работают непосредственно с фактами, с проблематикой и так далее. И правда, как мне кажется в данном случае, в том, что вы не особо-то предоставили фактов не особо рассказали. Например, про себя не особо рассказали про мою жену, вот, не особо рассказали про контекст ваших отношений, вот, и не особо рассказали, как вообще относитесь к тому, что ваша жена говорит, и... Ага, про то ли она говорит, потому что, ну, далеко не всегда, мы в общем и целом говорим то, о чем думаем, и порой, порой, довольно часто, к вот, к сожалению, это происходит, мы говорим совсем не о том, о чем хотим сказать, ну, и больше всего это подходит к женщинам, то есть, ну, с женщинами сейчас всего подобного случается, вот, ну, и мужчины тоже этим грешат. Все пора. Самое главное, на что мне хочется обратить ваше внимание, это на то, что я не почувствовал, что вы готовы услышать свою жену, то есть, вы ее обесцениваете, обесцениваете то, что она пытается вам сказать. Не суть важна, правильно ли она или нет, важно, что вы не создаете впечатление того, что хотите ее выслушать, того, что прислушивайтесь к ней, вот. Вы просто говорите, что это моя работа, а не для меня, эти женщины имеются в виду. А просто женщина не более того, это я вам верю, то, и то же, ну, важно, и то, что ваша жена хочет сказать. Вот, то есть, основная проблема, к правилу, не в том, что вы, вот, общаетесь с кем-то, с кем не надо общаться, основная проблема заключается к правилу совсем другом, в том, что человек, вот, в данном случае, ваша жена, не чувствуется, как бы, ну, что ее слышит, не чувствует себя, себя, означено и важно, и важно, вот. Понимаете, да, М, то есть, это уровень взаимопонимания и, в принципе, уровень коммуникации между вами и вашей женой, вот. То есть, что это за уровень коммуникации между вами и вашей женой, что это за уровень отношений между вами и вашей женой, насколько это зрелые отношения, взрослые отношения, глубокие отношения, ну, вот. То есть, у вас уже, там, в принципе, есть ребенок, и, как бы, это должно говорить, ну, о том, что, ооо, как минимум, какой-то базис у вас есть, вот, как минимум, какой-то, какой-то, какая-то база у вас уже есть, но, судя вот по тому, что говорить о этой базе, как-то нет. Поэтому, в первую очередь, нужно понять, что ваша жена не выстраивает, ооо, что вашу жену не выстраивает, чего она хочет, что ей не нравится, вот, какие у нее к вам претензии, если угодно. А дальше уже, смотреть, сейчас, что с этим можно сделать, то есть, договариваться, вот. Есть, например, ситуация, при которой вы говорите, что вот поздний двойнок, паре дружественных, оооо, значит, вопросов. Насколько это все приемлемо для вашей жены? У рабочего, например, времени? Есть время? Извините, я сказал. Тавтолог. То есть, что это значит? Это значит, что Есть время работать, Есть время отдыхать. И когда Есть время Вот Рабо... Отдыхать? Когда, когда, вот Ну, грубо говоря, вот Вот, то вот время отдыхать начинается. Ну вот Ну, наверное Ну, наверное Наверно В этот период Ну, не совсем желательно принимать звонки от, оооо От, оооо От, оооо Сотрудников вообще, вот То есть, от женщин в частности, вот Я сотрудников вообще Ну, не желательно принимать ваши звонки от, оооо Потому что вашей жене это не нравится Это не нравится Как бы Ну, вот Вот К примеру Да? Такой аспект Такой аспект Дальше Дальше Вы говорите Соло А то есть, начинается соло Ну 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 Тоже вот А А Довольно Такой Важный момент Как мне кажется Ведь По большому счету В Ссору В И Вы Так же Оооо Вносите Свой Вклад Если бы Вы Со Своей Женой Не Ссорились То И Ссоры бы не было А Вы Ссоритесь Поэтому Сорвать Нак Я сейчас Говорю не про то Что вы не должны С ней ссориться Я сейчас говорю про то Что Если вы Ооо Со Своей Женой Ссоритесь То Скорее всего У У У У вас К ней Есть Какие то Претензии Скорее всего И у вас К ней Есть Какие то Обиды И Вам Нужно Нужно Ооо Вот Признать Да Вот Вам К Тут Но Желательно Признать Что 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 Такое Что то такое Есть У вас К К Своей К Вашей Жене Что то такое Есть Вот И Не сдерживать это Как 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 Вы Пытаетесь Это Сдерживать Сейчас Подавлять Себе И так далее Обращаем А то Может быть Пока Довольно Довольно Весело И То Что Вы Вас что то На свою Жену Обязаетесь Вы Ну Вам Что то Не нравится Например Вы Не Выражаете Собственно Вот То Что Вас Не устраивает Вы Это Не Выражаете Но Обиды то Никуда Не Уходят Ее Нужно Когда Отреагировать И Она Может Отреагироваться Вот В таком Провокативном Поведении Которое Можно воспринять Как то Двояко А В в том, что вы не прислушивайтесь к твоей жизни, вот, именно это является важным моментом, а не аргументом, почему вы поступили именно вот так, да, а не иначе, поймите это, пожалуйста, поймите, вот, такое надо, дальше, постарайтесь, для себя определить следующее, а именно, чего вы хотите, то есть вот, ну, вы вроде бы говорите, да, что хотите, как бы, ну, ну, вернуйте, файл, файл жену, ну, ну, подумайте, для чего, вы этого, вы этого хотите, потому что, если вы ее вернете, то придется что-то менять, придется менять свое поведение, в свое отношение, ну, нужно будет к ней прислушиваться, высказываться, ну, обид свой говорить, который у вас есть, там, с претензий, там, и так далее, вот, вот, все, придется делать, в данном случае, так что, подумайте, пожалуйста, на эту тему, это не просто так, что, верну жену и все, нет, это, определенная ответственность ваша будет, и пока непонятно, готовы ли вы к ней, к этой ответственности. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен, за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, и удачи. Продолжение следует...